Субтитры подогнал «Симон» 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 плодиться, размножаться, совокупляться, это молодая душа, она еще только себя познает. Если человек уже заинтересован в практиках, ищущий стал самосовершенствоваться, но еще применяет путь троечности, это еще людина. Если человек, ищущий самосовершенствоваться, применяет практики уже внутренней алхимии, никакая трансформация, это уже человек. Как диаген, по-моему, среди людей бегал и искал человека. Все мы люди, а где тут человек, грубо говоря. Это не каждый человек. Вот если человек в своем самосовершенствовании применяет уже практики внутренней алхимии, то это уже семь, сколько там, пять тел взращенные. То есть это уже уровень человека. А АС, он уже в практиках не нуждается, он уже, как говорила, для проявления души нужны условия. Вот условия этой самадхи, для нас уже все, на практике не нужно находиться в самадхи, это высший уровень. То есть если человек рождается, да? Ну то есть там со временем он уже должен проявлять, если у него душа наработанная, да? То он уже должен проявлять вот эти все, то есть, ну, как сказать, свои наработки. А если он, допустим, там в каком-то промежутке возраста, ну, был бы там до самой низшей стадии, потом он вроде как подрос, это уже его наработки этой жизни. Ну вот, к примеру, душа развивалась какое-то воплощение, взросило в себе качество души несколько тел. В этом, допустим, практически всем достигла стадия человека, либо АЗа. Точно. Потом переродилась, и вот она уже имеет эти тонкие тела. И вот пока она растет, она точно так же пройдет стадии жития людина, человек до своего уже опыта, но быстро. Но быстро. Он точно так же начнет родиться, допустим, стал богом, ну, где-то там попробовал мясо, где-то там еще там что-то там нехорошее сотворил. Но он попробовал, он сразу это оторвнет, потому что у него уже опыт этих тел был. И он быстро пролетит эти шаги, так сказать, невероятно качественные. А молодая душа вообще, она переродится, она просто на этих опытах застрянет, и будет долго через практики взросило вторую душу, потом это оторвало. И взращивает себя. Еще такой последний вопрос по поводу, откуда тогда сейчас на Земле столько молодых душ? Ну, если взять того, что там люди как бы, ну, в основном, да, в основной массе, да, они в этом интересуют, их как раз размножение там и деление. Нет, нет, нет. На самом деле молодых душ ровно столько же, сколько и зрелых душ, абсолютно одинаково. Но наше внимание притягивает к себе тех душ, что мы еще, какой-то опыт мы либо проходим, либо еще не прошли. И, по сути, мы живем в одном и том же социуме, но один вокруг себя начнет видеть зрелых душ, другой молодых душ. Мы всего вокруг себя видим только тех, кого по частоте вибраций притянули. А так души абсолютно равномерно распределяются. Дима, равномерно? Ну, представь себе. Ну, это понятно. Ну, допустим, у нас же сейчас такая проблема, вот на самом деле. Пообщаться по душам, вот мне хорошо, у меня муж развивается, да, и мы с ним можем на все темы разговаривать. Ну, еще есть кому позвонить, да. А вот, допустим, она вводит ребенка туда или туда. Нету этих людей, они говорят непонятно о чем, да, то есть и на какую-то тему вы говорите. Ну, что, так сказать, этого касается резкого выражения, худших всегда большинство. Ну, что это значит? Допустим, у людей уровня троичности практически взять все население планеты за 100%. У людей с уровнем с мировосприятием троичности, грубо говоря, 60% населения Земли. У людей с уровнем семеречности 20% населения Земли. И у людей с уровнем, с обозрением трансцендентности 10%. Десять – это очень много. Да, это очень много. И, по сути, мы все равны, но равны мы чем? Эти количеством и эти качества берут. Но на уровне трансцендентности мы одинаково, так сказать, поддерживаем баланс. И есть такое также выражение – гора. Чем выше в гору мы поднимаемся, тем меньше людей вокруг нас. И на предназначении мы пойдем в трансцендентность, так сказать. Югин пока живет, вокруг него много народу, но когда он будет переходить в свет, он останется одним. Ну, население-то увеличивается количество, все-таки увеличивается тех, кто, наверное, не подглавляет. Ну, к примеру, родится там семь человек одной из стадии души и, допустим, три человека их компенсацией в другой стадии его зрения души. И в совокупности они равномерно поднимаются. А эти будут качеством, а эти количеством. Он, наверное, имел в виду, допустим, взять лет пятьсот назад миллиард населения, а сейчас семь миллиардов. Вот, наверное, вот этот вопрос. Ну, здесь без разницы. Не, ну здесь без разницы. Сто человек, либо тысяча человек процентное соотношение всегда будет равняться. Он мне говорит, откуда приходят дополнительные души, которые реализуются в населении. Да, вот если они, допустим, как ты говорил, из расы в расы одни и те же души, грубо говоря. Вот. Если, в принципе, мы все начали оттуда, да, и прошли сюда, то мы все, получается, должны быть уже зрелые души. Да. Сейчас самые жесткие условия, соответственно, проходят при наших жестких условиях только сильные души. И у нас уже за спиной довольно-таки мощный пласт божественных измерений. Мы, по сути, уже в прошлых однозначно были божественными настигали состояние. Вот поэтому… А, это контрактники. Не, а вот, допустим, эти люди, то, что они же пламкие, нежить, нелюдь, они, кстати, тоже считаются за населением. Не, нежить. А, ну, вот через душа, вот откуда, допустим, тогда была эволюция, там, 100 человек на всю землю, нет, там, миллион человек на всю землю, ну, в соотношении. Растет качество души, она взращивается. И чем больше опыта у души, тем больше у нее монад. И уже эта одна душа сразу воплощается в нескольких. Опа, как-то. Да, у нее же монад много. И одна, допустим, одну свою часть монаду тренирует, а другая тренируется от этого тренажера. И одна со стороны кнута, а другая со стороны пряника. Одна, допустим, нелюдь, а другой лебдина. И точно так же у нее один нежить, а другой жить. А потом? Они как-то же должны переглядываться. А потом, да. А потом, когда одна, вот, она разбилась, грубо говоря, на 10 фракталов. И когда хоть одна из них достигает тела света, они все соединяются и достигают света. А, то есть у нас еще есть варианты того, чтобы кто-то... Прицепом, прицепом. На халяву. Да, да, да. А ну, так сказать, это... Дима, может мы с тобой с одной? Это, так сказать, вот это вот, то, что называется халява. Надейся и верь. Одно. Вот у нас, допустим, душа разбилась на 10, грубо говоря, монад. Доминирующая, так сказать, король, грубо говоря, из этих монад. Та, через которую мы смотрим. То есть мы сейчас, мы король всех остальных своих монад. Предводитель. То есть мы тот, кто среди остальных самые высокие вибрации имеет. И то есть полагаться на слабых лучше развиться быстрее самому, чтобы наши те монады раз и схлопнулись. Чтобы гарантию иметь, грубо говоря. А так же не получится, что самая худшая там какая-нибудь будет гомендировать, да? Кто знает. Кто знает. Если, так сказать, самая худшая перестанет, ну, дойдет до доминации, мы станем ее наблюдателем. Ну, короче, мы тоже станем таким. По сути, наше наблюдение одновременно, наш наблюдатель одновременно через все монады смотрит. Но осознанность только тех, чьи вибрации выше всего. То есть мы сейчас контролируем только это тело, эту монаду. Потому что те вибрации пониже. Расширяя сознание, мы сначала раз начинаем себя видеть во всех фракталах. Достигли постельное сознание, мы сразу всю свою монадную структуру во всех измерениях начинаем контролировать. А когда человек достигает тело света, мы начинаем себя контролировать не только среди своих монад, монад души, но и мы начинаем себя контролировать со всех монад духа. То есть одновременно и с соседних, в совокупности душ. Так получается, если душа разбилась на эти 10 монад, поселилась во всем спектре вот этих всех, то получается осознанность или сознание, ну грубо говоря, ну осознанность, как их назвать-то, только у тех, кто выше планки, ну то есть выше нуля, а у тех, кто ниже нуля, нет осознанности. Нет, нет, осознанность у всех, а наблюдатель смотрит через того, кто выше всех по вибрациям. А так все себя осознают, все себя контролируют полноценно. Себя так контролируют, не то, что этих еще, там, 10-15. Это как пример взять для разнообразия, допустим, рассмотреть колесо сансары, 6 измерений. Мир животных, мир богов, мир полубогов, мир голодных духов, мир горячих адов, ну и мир животных, как уже говорил. И на заднем фоне можно увидеть картинку Вуду, которая присутствует сразу во всех вариантов. Вот Вуду это, так сказать, сразу его фрактал в каждом измерении находится. И он, так сказать, просветленный, одновременно во всех измерениях находится. И точно так же и мы, мы одновременно во всех измерениях находимся, но контролируем, пока мы здесь не достигли просветления, тот мир, который по вибрациям в доминанте. То есть еще и в животных может находиться? Наше Я, она и в растениях, и в воде, все живое. И все пронизывает дух. Наблюдатель это на внимание, кто везде находится. Дмитрий, а вот у одного автора так мельком мелькнула мысль, что, в принципе, животные вещи необязательные на планете. То есть, достаточно человека и растительности, скажем так, ну, флоры. А фауна, как бы, вопрос вообще необязательный. И даже есть, ну, я, грубо говоря, уже теорию Дарвина там опровергаю, что у нас, как теория Дарвина, обезьяна произошла от человека, то нормально, нет, нормальная теория, то есть уже кто разделяет, наоборот все, все обезьяны произошли от человека, то есть деградировали. То есть это, в принципе, деградировавшие люди. Вот как вы, что у вас есть по этому поводу сказать-то? Все, что мы видим вокруг, не случайно. Если мы это уже видим, это природой нашего духа создано. И ограничивать это, так сказать, дух, он гармоничный, Вселенная гармоничная. И все, что она, так сказать, в себе содержит, уже имеет место быть. Если что-то отвергать, то это сопротивляться природе гармонии духа. Понятно. Все делит то, что это надо, это не надо, это должно быть, это не должно быть. Это единственное, это уже логика ментала, то есть одно из тел человека, то есть он только делит. Ну, а разные войны между мирами, позиция тогда продвинутого человека, который, ну, или около Самадхи, или уже в Самадхи, то есть, ну, где-то ведь идет война между мирами, там, паразиты, там, темные, светлые. Тут вот какая позиция получается? Не участие? Или рубить от души? Все демоны, бравые солдаты Бога, одни тренируются, чтобы стать лучше, а другие им помогают, подталкивают, тренируют, так сказать. Это как одна из легенд тоже в Спасе была, когда черный Бог и белый Бог, когда, так сказать, помогая низшим, так сказать, энергия всегда стремится в два направления. Помогая энергии вниз, так сказать, когда низ поднимает качество свое, допустим, стал на уровень, те, кто были здесь, поднимаются выше. И наоборот, когда мы помогаем вверх, те поднимаются вверх, и мы как раз становимся на их место. И когда, допустим, по легенде, допустим, Спаса Чернобог пытался подняться вверх, но не обладал сил, он что решил? Он просто решил низ подтянуть, подтягивать. И, так сказать, белые, светлые ему противостояли, и самые светлые были в нейтральности, которые ему было все равно, но все равно не с точки зрения хладнокровности, и вы там решаете свои дела, а все равно с точки зрения видения причинно-следственной связи. Вы хотите статься лучше? Найдите вариант, чтобы стать лучше. Хотите через низ, хотите через верх. И вот эта вот позиция нейтральности не от хладнокровности, а от позиции хочешь стать лучше? Найди вариант. То есть, как пройти вещи лес, одно дело человеку сказал, сделай там через пять шагов повели налево, через десять шагов повели направо. Он пройдет, мы ему помогли. Но гораздо лучше мы ему поможем, если сказать, вот ли вещи лес, найди выход, так сказать, сам. И мы тогда ему помогли еще вдвойне. Он еще не только, так сказать, интуитивно достиг цели, но он еще логически научил анализировать и вычислять. И с позиции нейтральности, так сказать, свободы от добра и зла, мы можем по собственному совести сами, так сказать, выиграть решение либо вмешаться, либо дать возможность им самим найти выход в сложившейся ситуации. Вы телевизор не смотрите? Ну, очень давно не смотрел. Вот Александр тоже не смотрелся. Мы тоже не смотрим. У нас в телевизор. Я много смотрю. Ну, как много? Новости. Самое главное. Мы начинаем переживать, почему как-то хуже становится. А мы начинаем переживать. Оказывается, вообще не нужно переживать. Да. Ну, это понятно. Это специально показывает? Ну, к примеру. К примеру. И питание. Человек живет на земле. А человек живет на земле. Тут, допустим, одни люди там пытаются там как-то выжить. Другие там их обхитряют, чтобы там на них, грубо говоря, там навариться еще что-то сделать. И вот они контролируют свою сферу. Эти контролируют свою сферу. Но Земля контролирует абсолютно все. А Солнце контролирует даже планеты вокруг себя. И пока эти решают, так сказать, Дух контролирует абсолютно все задачи. И вот мы, по сути, на уровне Духа смотрим, как наши фрактальщики одни пытаются выжить, а другие дают им тренажер. Спасибо. Получается, как-то вот я, самоочущение в себе, оно по ощущению всех одинаковое. Истинная Я, душевность, да, она у всех одинаковая. Но в этом вмешивается психика. Вот на уровне психики она уже у всех индивидуально разная. Ну это как на белый лист наносится сознание, допустим. Разная информация наносится, структура сознания – это же совокупность знаний каких-то, сознания. И там она оттенки ощущений приобретает. Ну да. Всё есть чистое поле, потом ум индивидуальный, потом на этот ум психика, и пошли фильтры, фильтры. И вот мы отличаемся только этими фильтрами. Как Амеба, она целостная поделилась. Вот у нее тоже какое-то самоочущение есть, куда она делась. Она распределяется, получается, у них. Ну вот Амеба одна поделилась, их две остальные. У нее на уровне ее самоочущения она куда делась? Да, у нее нет осознанности. Нет, осознанность есть у всего. Относительно человека? Сама вот этот вот фрактал, он себя контролирует в каждом фрактальчике. А фрактальчик контролирует только сам себя. И вот расширение сознания – это когда фрактальчик начинает контролировать сам фрактал. И сливается сознание, а большой фрактал – это связь сознания. Когда мы становимся одним цельным, то есть мы опять точно так же контролируем каждый фрактал. Ты свои фракталы не ощущаешь? Когда встанье. То есть ты их контролируешь, начинаешь когда встанье, да? Ну, когда не то, что когда… Тут уже слово контроль – это немножко другое. Когда мы встанье, мы идентичны, мы одинаковые, мы одно. То есть как бы нет наблюдателя, вот так вы говорите, да? Ну да. Ну и как, скажем так, удается вам часто вот в это состояние входить? Или это у вас как режим, или как? Одно в основном только, когда занимаюсь практиками. Потом еще удержать. 24 часа в сутки, еще это очень высокий уровень. Еще нет. Ну вот вы когда в этот стан, дыхание это же еще есть? Нет дыхания? Нет дыхания? Нет дыхания? Встанье нет дыхания? Нет дыхания. Эфирное дыхание там, да. Да. Дима, а твой совет или опыт, когда выбирают восхождение в паре? Да. Как-то лучше взаимодействовать. А вы вопрос повторите, то плохо слышно надо. Да. Когда в паре восхождение? Что происходит? Твой совет может определить? Хороший вопрос. А здесь нету доска на стан? Да. Можно ее принести? Можно. Да. Хороший вопрос. Просто распишу его. На утром захудшее объяснять. Ну вы говорили, что в паре все равно происходит автоматическое деление энергии. Нет? Он в паре валится, человек ускоряется. Неусловно. Это когда в одном векторе, а когда кто-то отстает, происходит же подтягивание, как вы говорили, чернобог и белобог. Так, в паре, допустим, кто-то приподнялся, он тащит за собой. Дима, спасибо. Он сам поднимает и на стол. Ну, когда, допустим, в паре один в рост, он с одной стороны тащит. Ну что он тащит? Он тащит энергетически. Но чтоб для него эта тренировка стать еще сильнее. Если сложилась ситуация, что мы кого-то тащим, любая ситуация, в любой ситуации виноваты двое. Один подтянулся ему, допустим, слабенько, слабенько. А другому, чтобы стать еще более квалифицированным. Татуировка дракона означает, что ли? Татуировка дракона – это когда я фанател по спорту и фанател по цигун, когда сдал первые экзамены по железной рубашке. – Ну а так, конечно, это нежелательно, да? – Это литрально. – Сейчас уже не надо. – Нет, ну другим, как бы, рекомендациям. – Другим рекомендациям слушать сюда. Если охота, если вот тянет, значит душта, что хочешь в этом что-то получить. Сейчас, с сегодняшнего, так сказать, нового я не сделаю, но не жалею, что эти сделал. – Правильно, вы уже в другом состоянии, чтобы жалеть. – А те, кто жалеют, сначала сделают, а потом через несколько лет жалеют? – Те стирают. – Не надо жалеть. – Жалеют только психика. – Нужно удалить. – Нет, просто вот эти образы, они же работают каким-то образом, то есть на слабых личностях, но на вас ничего не действует. – Вот здесь два влияния. Первое влияние – сама татуировка из поколения в поколение каждому образу, каждую свою мыслеформу отдавал. Это формирустка информационной, грубо говоря, эгрегора. И каждая татуировка какую-то уверенность… – Александр, с той стороны поставь, пожалуйста. – Александр, такой у вас дом большой. Мы вообще из одного зала в другой переходим. То есть, второй, третий. – Искурсный урок. – И все, вроде бы продолжается. – Ну, основное влияние татуировки – это наши ожидания. Если человек взял на ту татуировку и ожидает, и думает, вот это плохая, не надо, и он себя просто не татуировал, а татуировку убивает, а своим ожиданиям. И то же самое человек от своей татуировки может ожидать, что это мне придает силы, что эта татуировка, к примеру, увеличит мою силу духа, либо силу воли. И это будет его увеличивать. Но, по сути, не татуировка влияет, а его ожидание от этой татуировки. Но у нас влияет только ожидание, ментал и психика. А все остальные картинки, действия – это просто нейтральность. Только наши ожидания создают от этой нейтральности черное, либо цветное. И что касается пары. Так сказать, вот это вот ось сознания. Это сознание. Внизу явь, а вверху навь. Явь навьь. Сущность – она целостна. Душа – она одновременно. И она одновременно и мужчина, и женщина. И вот когда эта сущность воплощается в яви через мужчину, в тело мужчины, она опознает себя… Сущность стремится опознать себя через волю. Когда сущность воплощается в теле женщины, она стремится опознать себя через любовь. Но из-за того, что душа, ой, дух целостен, если в физическом плане мы мужчина, то на тонком плане у нас противоположна женщина. И у женщины то же самое. Если она в физическом плане женщина, то тонкий план, ее аспект… Мужчина. А, ну да. Мужчина. То есть мы, на физическом плане наша сила, инская. А у женщины на тонком плане, на тонком плане наша сила инская. А у женщины наоборот, на тонком плане, на физическом плане сила инская, на тонком плане сила янская. И вот стать… Дух целостен, и вот стать необходимо совершенным, это стать, грубо говоря, соединить эту монаду. То есть стать пиитом, десятимерной звездой. И вот человек, который отшельник, выбирает свой путь отшельничества, он пытается в яре наработать противоположные энергии, входит в стан, гармонизируются его мужские энергии, женские энергии, и он постепенно втягивается. То же самое, но у мужчины в яре, ему легче поднимать вибрации, но тяжелее взращивать энергетический потенциал. У женщины наоборот, ей легче копить энергетический потенциал, но тяжелее поднимать ее вибрации. Женщина то же самое практикует, занимается, но ее практики больше на чувствование, у этого больше на активность. Точно так же, чтобы стать целостной, она должна вытянуть, грубо говоря, стать целостным свой треугольник. Когда мы в паре самосовершенствуемся, мы одновременно уже в яре наложили, стали одним полем, наложили треугольники друг на друга. И своему супругу или супруге мы уже помогаем энергии противоположной. И на том комплане наши треугольники тоже раз и соединились. И в паре нам быстрее стать целостным. Мы уже взаимодействуем противоположными энергиями. Дима, вопрос, а что происходит с внутрождающей женщиной или мужчиной? Но у тебя больше глиминируют, например, энергии друг к другу, где положено от пола? Значит, мы в воплощение прошлого нарабатывали янскую энергию, что эта янская энергия сейчас нас еще и преследует. То есть, вот это вот мужчина и мягкие, она как бы будет? Да. Если мужчина будет инскую энергию, то он больше мягкостью идет. И, соответственно, в жизни его будут тянуть противоположная, допустим, половинка, у которой волевая, допустим, доминирующая мужчина, допустим, янский, ему наоборот больше будет нравиться мягкие женщины и так далее. И наоборот, потому что на подсознательном уровне мы ищем себе противоположную энергию, чтобы стать целостным. И вот когда мы соединяемся, плюсы этого, плюсы этого, мы как шестеренки. У одного плюсы дополняют этого минусы. И мы раз становимся, грубо говоря, соединяем друг друга. А как говорят тогда, если долго живут, они становятся похожи друг на друга? Или как? Муж, жена, одна сатана. Да, потому что мы соединились, мы стали цельными. Они уже начинают думать одинаково, там, выглядит, да? А это разве не противоположно, это же одинаково получается? Ага. Нашли противоположность, это стремиться к цельности. И для того, чтобы стать целостным, нам нужна противоположная энергия. И вот когда мы находим противоположную энергию, всё, мы становимся цельными, то есть одинаковыми. Угу. Дима, по поводу практик. Вот если трансцендентностью, ну вот мы занимаемся вот сейчас этими практиками, и мужчины, и женщины занимаются одинаковыми практиками, да? То они же, получается, какую из себя взращивают энергию? Ну, то есть… А практика – это инструмент. Либо накопить энергию, либо поднять вибрации. То есть те практики, которые идут на накопление энергии, у женщины будет легче получаться, а те практики, которые стремятся на поднятии вибрации, и мужчинам будет легче получаться. То есть, несмотря на то, что они делают одинаковое количество раз, то есть вообще вместе делают практики, да? У женщины будет накапливаться всё равно больше, допустим, инская, да? Нет? Так сказать, инская – это магнетизм. Янское – электричество. Другими словами, взять технику накопления энергии, дерево жизни. Какие? Женщина будет практиковать, практиковать, и быстрее накопит энергию. А взять, нежели мужчина, допустим, они одинаково по 30 минут стоят, допустим, неделю в дереве жизни, женщина быстрее почувствует энергию. Либо взять, допустим, практику, наоборот, концентрации, поднятия вибраций. Точно так же и по полчаса на протяжении недели они занимаются, то тот мужчина быстрее достигнет опыта. То есть результат просто достигнет? Да. У мужчины в поднятии вибрационных техник, у женщины накопительных энергий. Если это взять нейтральный эталон, но тут ещё вмешивается опыт предыдущих воплощений. А если, допустим, мужчина уже развился, у него больше, допустим, тело развито, то мужчина может и накопление энергии быстрее преодолевать. Но в итоге они в этом всё равно обменяются. Да. Конечно. Множество труп ведут на одну и ту же вершину горы, и мы здесь станем целостным в любом случае. Либо мы через мужчину пошли, стали вершиной горы, либо мы через женщину пошли. Мы на вершине горы одинаковые, сильные. Дима, осознанно можно, например, заниматься чисто магнетизмом, да? То есть, если, например, много янских энергий. Да. Ну, по сути, осознанно и нужно заниматься? Нет. Ну, вот, например, практика такой, что там даны, ну, я знаю, например, эти магнетизм увеличены. Я буду акцент на них делать. Ну, пожалуйста, да. Самый простой вариант, когда мы разбирали по часовой, против часовой стрелке вращение, восходящий и нисходящий поток. Охота магнетизма, значит, нам нужен нисходящий космический поток. Посмотрели против часовой стрелки, ну, как минимум. Либо ментально. Но ментально – это чувствование, а восходящий поток ментально – это воля, активность. К примеру, если восполнять себе тело через телодвижение, магнетизм, мы будем вращаться, так, против часовой стрелки. Если мы ментально хотим увеличить в себе магнетизм, ментально – это обратное внимание. То есть, втягивать информацию к себе. К примеру, для того, чтобы почувствовать, что такое прямое внимание, что такое обратное внимание, стали, к примеру, к стене. И вот цель – всматриваясь, толкая, мы на предыдущем начнем ощущать, что мы отталкиваемся. А если втягивать информацию, всматриваясь, притягиваясь, мы начинаем на предыдущем ощущение, что мы притягиваемся к стене. Если применить ментальные практики концентрации, притягивание – это будет нас и зарождать, а отталкивание, грубо говоря, тушим свечу, будет нас ям зарождать. Ну, на спектре тоже это можно. Да, именно спектр и позволяет это сделать. Кстати, могу очень хорошую спасовскую технику показать для пар. Давайте. Ну, для этого нужна пара добровольцев. Как быстро воссоздать, объединиться энергиями и быть в гармонии? Просто достаточно стать спина к спине друг к другу. Это что происходит у нас? Как вас? Чуть-чуть на расстоянии. Вот. Ещё чуть-чуть. Сначала ваша задача, твоя задача – просто ощущать своё тело изнутри, просто сфокусировать на своём теле и держать во внимание своё тело. А твоя задача – держать во внимание своё тело. То есть дзен своего тела изнутри. И теперь попробуйте ощущать своё так же, только тела противоположные. Ты – твоё, ты – её. И наблюдайте, что происходит. Просто пытайтесь ощущать тело. Вот. Правильно. И завершили. Что происходит? Вы начнёте как магнитка притягиваться друг к другу. Очень хорошая концентрация. У меня? Да, с первого раза получилось. У меня прям вообще чуть не упало. И потом, когда вы то же самое самостроитесь, поворачивайтесь боком. И точно так же сначала ощущаете свои тела. Минутка, две минутки. Потом начинайте ощущать тела противоположные. Ну и просто забегая вперёд, и так четыре стороны. Потом лицом к лицом, потом другим боком. И, в принципе, завершили это так, ради эксперимента. Тянет, вообще тянет. Вот. У меня сильным. Прям задом особенно. Прям. Магнетизм больше. Инская. Отлично. И вот что происходит? Ну, всё, спасибо. Это потом уже можно дома практиковать самостоятельно. Да. Тебе понравилось. Да. Да. Благодаря... Сначала они включаются свои тела, потом настраиваются на противоположных, и их тела начинают притягиваться. В этот момент притяжения ихней энергии у мужчины ян даёт ей ян, а у женщины ин даёт ему инь. И они перемешиваются, так сказать, своими. Спина – это наши предки, лицо – это наши потомки, левая по мужской линии, правая по женской линии. И так мы все свои аспекты проработали. Буквально 5 минут в день мы перемешались. И мы начнём даже чисто вот этим энергетическим и ментальным упражнением начнём со временем замечать, что в нашей семье растёт любовь, и мы начинаем понимать друг друга интуитивно. Один не успел сказать, а мы уже поняли, что она сказала. Это вот чисто госпасовская техника. Да, мы гармонизируемся, мы настраиваемся и становимся одним целым. А если это какая-то практика, где они в паре, как выбрать? С кем обмениваться? И надо ли вообще делать? Сейчас сбегаю. Здесь сейчас тоже вот, как бы вы прокомментируете, есть железы фараона, одномедная, там пристал. А это я самая. Там встают, значит, ну можно индивидуально, а можно коллективно. Ну то есть жиро-это, мужчина право. То есть это можно делать? Нужно? Да, можно. То есть помогает? Сейчас я принесу, нужно будет. Пронесите. А ещё раз объясните, я ещё не поняла, кто кого держит за руку? А в железах фараона? Да там просто один железов фараона солнечный, другой лунный. Один плюс, другой минус. Электричный, магнитизм. Человек стоит и его энергетика восстанавливается. Когда, допустим, он в паре хочет восстановиться, они держатся за руку, и один свободной рукой держит солнце, а женщина свободной рукой держит по нему. И они просто, да, то же самое делают. Это те, которые ты привозил, да? Да. Понялась. И вот, к примеру, эта практика, что позволяла раньше в старину, когда, допустим, по роду, допустим, в одной семье, допустим, мальчик растёт, в другой семье женщина, девочка растёт, а их они уже там решили посватать. Они ещё друг друга не видели. Их раз сватают, у них ещё любви нету. Но зато они развивают такую любовь, внутри, так сказать, что ещё, оно выше, чем у тех, которые ещё там влюбились, пытались друг друга обхаживать. Да. Да, оставайтесь. За счёт чего? Ну, за счёт практики вот этой вот, которую только что показали. Мы же не видели друг друга. А мы на камеру разберись. А вот он хочет искусством. Ближе. Ну, надеюсь, мы ничего не увидим, это только его смотрим. Давай уже давай зайдёшь. Для всех вот. Так, не запускаете, не запускаете. Так, правильно, нет? Правильно. Правильно. И так стоять минут 15. Мы по каналу прогуляемся просто. Стоять? Всё. То есть, как так вот, три фундамента. Подними одну руку. Доги согни. Такое двойное дерево. Саш, ну не зря на землях приезжали. Ну, вот как вы считаете, вот этим нужно пользуясь? Ну, вот что, 15 минут нужно предстоять. Это чё здорово. А то очень дорого стоит. Ну, конечно, надо. Всё, что помогает человеку. Не, ну, механизм работы какой получается? То же самое. То есть, энергетически. Да. Да, да, да. Обменивается. Ну, это методика троичности. Ну, как шаманизм, обряды, да? То есть, из этого. Внешние помощники. Внешние. И вот следующий вопрос, то, что касается откуда взялся символ. Вот. Ну, допустим, лепесток. Что-то вот, допустим. Нет. Есть вот такой символ. Пацифик. Это символ обратного двигателя. То есть, спад энергии. Это процесс, противоположный совершенству. Ситх. Вот. Ситх. Что такое ситха? Ситха – это совершенный. Ситхи, то, что мы называем, это совершенство. И вот… Символ аза, то есть, Бога воплощённого на Земле, человека, стремящегося к самосовершенствованию. Человек, поднявший руки к небу. Это символ постоянного, активного духовного самосовершенствования. Символ совершенного. Это же символ, это магически зашифрованное, это противоположность. Это постоянный спад энергии, блуждение, грубо говоря. С опущенными руками, да? Да, с опущенными руками. И вот в этот символ просто… Символ совершенства мы просто зашифровали абсолютное совершенство. Только, чтобы не было там рунической привязанности особенно. Мы просто зашифровали в лепестки. Символ абсолютного совершенства. Это, так сказать, урона сила определенная, которая наделяет человека силом и наделяет человека. И отдать это отпустить, чтобы он сам сделал выбор. Это как про лес, да? Указательный лес просто и всё. Да, совершенно верно. Он должен пройти через вещи лес сам. Дима, а есть, например, какая-то гармония соотношения энергии? Например, я пришел в эту жизнь мужчиной, и, допустим, сколько процентов на работе мужской энергии? Или мы идем там 50 на 50, или вообще там без пола как-нибудь? Нет, вот, к примеру, вот этот вот треугольничек. Мужчина, женщина. Если, грубо говоря, мы здесь на 70% мужчина, мужская энергия, то здесь мужской энергии на 30 всего процентов. И женская энергия тут на 70%, и здесь женская энергия на 30%. То есть тут 50%, то есть процентное соотношение, и тут противоположное процентное соотношение. А, идеально какое? 100-100. Там и там? Ну да, если тут будет 100%, то и тут 100% уже будет 100%. Ну, как поверьте, что можно работать без нами, как это проявляется? Ну, что в нами там женская энергия, если здесь не что, как это вообще проявляется? Здесь, ну, мужская энергия – это активность, воля, стремление. Женская энергия – это чувствование, интуитивность. То же самое на тонком плане, ну, это уже для любителей астральных путешествий, сновидений. Допустим, сон, либо остальное путешествие – это все нафиг. То есть в своих осознанных сновидениях нам легче будет, если у нас тут инская энергия, то нам легче будет чувствовать. А если, да, в НАВИ, да, мы находимся в НАВИ, у нас мужская энергия, то у нас в НАВИ будет легче преломлять, ну, яйцкую энергию использовать. Дим, то есть дети не рождаются с того, что можно доработать? Ну, нет, если человек рождается 100-100, он в свет переходит. Поэтому, если мы родились, у нас уже есть, например, 95, это точно. Получается, человек не может доработать какую-то себе энергию, например? Может. Мы этим здесь и занимаемся. Сущность, и от того, что она не 100-100, она продолжает цикл перевоплощений. Дим, получается, в детских, они там расписывают, что Англия Хаска есть институт семьи. Это фактически тоже как обязательная ступенечка. То есть там идет ученичество, институт семьи, и потом уже там можно и в лес уходить, и так далее. Вот, но якобы без семьи даже Брахманов не… То есть, чтобы Брахману стать Брахманом, он обязательно должен через семью пойти, чтобы у него опыт этот возник. И получается, вот есть вот, наверное, души, которым реально это уже не надо, там, по соотношению вот этого мужского и женского. Как вот это вот все ты вот видишь? Ну, во-первых, мы живем в эпоху поломанного телефона, и в индийских, допустим, варнах уже существует как передача знаний. Допустим, если ты родился смердом, то ты все, смерд. Если ты родился волхвом, то ты все, волх. Но на самом деле это не то, что передается по ДНК, это состояние на данный момент времени. Не каждый, кто родился в семье Веси, ой, Витязя, ой, Волхва, имеет качество Волхва, он может еще по вибрациям ниже, чем Веси. А тот, кто родился в семье Веси, он еще может расти и вырасти больше, чем Волх. Это все не константы, которые вот никуда иначе и не уйдешь. Это все примерный путь, через который по зрелисти души человек может... То есть, человек, наверное, ежедневно может туда-сюда прыгать, а это среднее значение просто перемещается? Но прыгать туда-сюда можно только до состояния Волхва, пока он еще как маятник. Волх уже стабильный в своем присутствии. И вот это... нет шаги в такой устроенной последовательности. По одной ступеньке, по второй ступеньке, по третьей. Есть сила духовная, ты перескакиваешь. Если ты нарабатывал этот опыт вчера прошлыми воплощениями, то ты в этом раз и перескочил моментально. Ну а получается, как вот, смотри, вот некоторые люди говорят, что «Ой, я такой вот весь крутой, что мне не надо ни семьи, ни денег, ничего не надо». Как вот понять, глубоко в иллюзиях он находится или так это и есть? Ну, вообще, это отпустить его с Богом. Выбрал этот путь. А уже либо... Нет, получается, человек сам себе просто выбирает путь. Тут два варианта. Либо ему действительно он достиг уровня, когда ему уже все... Он уже сам соединил свою пирамидку. Да, если он действительно обладает такой духовной силой. Но при этом, если он обладает такой духовной силой, мы будем чувствовать его поле. Подходить ближе и у нас будут подниматься и убраться. Если он не обладает духовной силой, то он просто ментально себе выбрал этот путь и ограничил. Подумает, что правильно. Ну да. Просто сегодня многие люди начитались, что волк должен быть, допустим, йогин должен быть отшельником. У нас в Талину это называли просветленный. Когда человек достигает просветления, он становится князем. В нем загорелся князь. И таких йогинов, которые ушли в отшельниче, называют князь без княжества. Это все равно, что один китайец, по-моему, я не помню, как его зовут, выражался. Хорошо быть монахом в горах Удана, ну тяжело... А, хорошо быть просветленным в горах Удана, но попробуйте находиться просветленных на рынке в социуме. Что-то типа этого. Дим, а вот смотри еще вот по поводу пар, вот этого парного пути. Получается, вот, например, у Тани есть свои какие-то сильные стороны. У меня свои. Мы, по идее, должны учиться друг у друга, чтобы вот эти сильные стороны у себя созвращивать. То есть вот если у нее есть, вот я смотрю, какие-то там качества, коммуникабельность, там... Еще какие-то. Еще какие-то. Да. И мне получается, если я... Если я... Они свои точно знают. Если я знаю, что у меня с этим проблемы, я должен фактически учиться у нее. Ну так сказать, вообще мы уже рядом находимся. У нас есть состояние тяги друг к другу. Все. У этого плюсы, а вот из этого здесь минусы. Ее плюсы, раз, флой, минусы. Мы уже друг друга дополняем. Даже не включаясь, пока мы находимся рядом. А получается, вот, чаще всего в парах вот замечают какие-то минусы, потому что это минусы в себе. То есть, грубо говоря, вот свое, если вот мужчина в женщине замечает, то он замечает непроработки своих каких-то женских качеств. Или как? Ну да, допустим, все, что мы увидели, бывает, допустим, в ситуации, когда раз там там поругались, либо еще что-то сделали. В любой ситуации виноваты двое. То есть, участвуют двое. Для одного, так сказать, это ситуация, чтобы притянуть себе, а другой, допустим, отработать. И мы были готовы к этому совместному опыту, и сложилась такая вот ситуация. А так, да, если мы нашли что-то друг в другу, мы заметили в своей паре что-то, либо она заметила одна что-то, это для обоих сразу. А если у нас сработала реакция, сработала, допустим, психическая реакция, это нас раздражило, значит, это опыт нами не пройден. То есть, все, на что мы психически реагируем, нами не пройдено. Если мы просто смогли пройти это без психики, все, мы это проработали, растворили. Если мы отреагировали психически, мы это не проработали, это вернется. А получается, когда мы делаем практики, вот на себе заметили, что реакция очень становится спокойной на многие внешние отражители, что раньше это не раздражало. Получается, практикуя, повышая вибрации, я уже не надо это проходить. И меня это уже не цепляет. Единственное, что нам нужно, допустим, проходить, это то, что нас цепляет. А если нас не цепляет, все, мы это прошли. И вот встанет, человек перестает все цеплять, он просто это прошел, и начинает просто играть игру по названиям «Жизнь», как хочет полный шаг. Опыт уже он все себя собрал. А как эффективнее проходить, в зависимости от ситуации, например, одному, паре, группе, как лучше? Вообще, вот все, что я говорю сейчас, это, допустим, какие-то либо эталоны, либо не эталоны. Ну, все мы, кто-то находится на семеричности, вот тройка, семерка, туз. Еще есть промежуточные состояния между ними вибрационные, потому что вибрации, по сути, бесконечно, тысячи. А я обозначил только туз, семеричность и троичность. Еще между ними диапазон вибрационный. И поэтому, говорят, поступить там так-то, поступить не так-то. Это все шаблоны. Мы слушаем, допустим, услышав шаблон, и вот что тянет здесь? Вот это вот уже безошибочность. И если охота, вот, допустим, я говорю там, в паре, видите, допустим, в паре. Тянет у нас здесь, либо не тянет? Бывает такой момент, что тянет, ну, наш путь, бывает не тянет. Не тянет либо мы недоросли, либо мы переросли. Тут еще вариации, так сказать, наша душа знает гораздо правильней, чем ум. Я говорю просто путь ума. Любая теория – это ум, рациональность. Мы знаем путь ума, то есть вектор неправильной теории ведет к неправильной практике, все, знание есть. А дальше слушаем себя, двигаться как. А как быть, вот, если, вот, бывают люди, которые прям, вот, очень много сомнений. То есть вот он пытается поднять весь мир из ума, там, у него очень много теорий. И он все время сомневается. То есть и когда говорит, что вот, ну, почувствуй, я не могу почувствовать. И что делать ему? Ну, вообще, когда человек сомневается в своих силах, он предает часть своей божественности. Божественность, она безграничная и самая сильная. И вот эта вот предача, то, что он предал свою божественность, это вот ментально. Когда-то начал сомневаться, и вот потом это перешло в ментальное сомнение, в психическую сомнению. Пока он не избавится от ментального сомнения, ну, он так и будет продолжать сомневаться. И его можно выводить либо через ум, либо через дзен. Ну, получается, чтобы вот это сомнение рассеять, нужен опыт. Правильно? То есть он без опыта его никогда не рассеял. Ну, так сказать, вот дзен – это рассея через опыт. Вводит опыт – это рассеяться моментально. А через ум – это просто ему говорить, подсказывать. Вот ты, допустим, сомневая, вот, допустим, боя смерти. Ну, там, ну, для примера, там, ну, там, упал ты с крыши, там, что там? Ну, умер, ну, умер, ну и что там? И вот по ключику, по ключику выводить его. Вот ты сомневаешься в этой причине, почему? Он задумывается, анализирует, потому-то, потому-то. А вот это потому-то, потому-то, еще почему? И вот он начинает распутывать сам логически вот эти вот вещи. И придет к такому, и конечный узелок, он придет к тому, что он бессмысленный. И он понимает, что он, ну, иллюзорен, по сути. Как было вот это вот качество мужского, когда ты вот куда-то движешься, вот, вроде, поставил цель, и вдруг ты понимаешь, что это и ушел. Вот у меня жуткое, глупое качество. Я узнаю, что когда вот есть цель, я вот прошла полпути. Я понимаю, что я вырос или еще что-то перестраиваюсь, хочу другое. Но вот достижение, что надо поставить эту точку, то есть вот эти вот сам... Конечно. Мы от момента сейчас ставим себе цель вектор, в котором он двигается. И пока мы к нему двигаемся, мы, допустим, растем и понимаем, что эта цель уже не актуальна. И вот если человеку хотелось здравомыслия, он ее отпустил, перешел на другую. А если его еще ум держит, да мне же нужно достигнуть, и вот через другую здравомыслию он ее достигает, но она уже не актуальна. Конечно, ее надо отпустить, раз она уже не актуальна. Приоритет здравомыслия. Да. Ну, в принципе, так оно и должно быть. Жизнь же меняется, человек меняется. Меняются приоритеты, меняются и цели. То, что раньше мечтал, то сегодня уже вообще даже как бы не интересует. Там думал, ну вот это, вот это. Да. И вот любого спортсмена в любом спорте определяет спортивный треугольник. Одна грань треугольника – это опыт. Другая грань треугольника – скорость. И третья грань треугольника – сила, гибкость. И вот одни выигрывают за счет этого, за счет скорости, другие – за счет силы либо гибкости, кто-то за счет опыта. Но уже на мастерском уровне встречаются люди, мастера, у которых и это до предела доведено, и это до предела, и это до предела. Тут многогранный, и тут многогранный. Сталкиваются и поведет тот, кто сильнее духом. Раз. И вот, другими словами, что относится к развитию духа? Ну, как воля целеустремления, погружение в состояние стана, санатки, чистоты сознания на первом уровне, чтобы самолевко достигнуть, путем определенной комбинации практик. И вот что это позволяет? Даже если человек, допустим, дома, либо в спортзале, он может свой прием, либо в соревнованиях, либо свой номер гимнастички, например, у них там цветочки, шарики там подкидывают. Они там в зале, в спокойной обстановке, это все выполняют без ошибок. Но тут выходит на серьезные соревнования, много зрителей, много людей, которых на них надеется, у них мандраж. У них страх, у них волнение. И чем глубже этот страх, волнение, тем сковывается центральная нервная система. Центральная нервная система сковывается, падает реакция, падает координация. И они же то, что контролировали там, не контролируют здесь. И вот вывод человека в стан, он позволяет не просто не влиять на себе психику, а слиться в звук музыки своего тела и того объекта и программы, они становятся цельным. И у них увеличивается реакция, и они начинают подкидывать, и несмотря интуитивно ловить, допустим, свой мяч. И вот методика, которой мы занимаемся, это там есть три уровня. То, что я обозначил там открыто сенситивный тренинг развития мозга. А вообще в сенситивном тренинге три уровня. Третий уровень позволяет человеку войти в этот стан. И вот мы как раз специальная комбинация для спортсменов, которой мы и занимаемся, подготовительно войти в этот стан. Чтобы психика на человека не влияла, и человек вошел в это чистое сознание. Это же серьезный момент, серьезный уровень. То есть мы тут годами работаем, а они тут раз за два месяца и уже встанет. Ну это так, сфитрировано. Нет, так сказать, мы параллельно, мы практически занимаемся теми же самыми практиками, но параллельно помимо этих энергетические практики, дыхательные практики. А им духовное самосовершенство не нужно, им просто сознание. А у спортсменов легко это получается. Почему? Потому что они на протяжении многих лет нарабатывали свою координацию. Мячик подкинули, ногой там поймали, сбили. Это, по сути, тоже сенситивный тренинг. И просто их некозы в том, что они на протяжении многих лет и за дня в день себя в сенситивии развивали, развивали, развивали. У них просто потом раз и хорошо идут техники концентрации. Кстати, не курили и не пили. Ну да. А я учу именно человека, когда человек входит встал, на него нереально повлиять. Ну да. Поехали. Дим. Получается, смотри, для развития детей, если брать обычные социальные, приемлемые, скажем так, то, что уже есть, те же самые танцы для детей, получается очень хорошее развитие, то же самое сенситивное. И туда, туда получается, если еще какие-то фишечки добавить, то это можно еще у качества наук. Да, я вообще музыкальную школу называю, высшая школа дзен, там, пальцы, слушать, слушать, двигать, там, руками, ногами, танцы, то же самое. Когда человек набирает комплекс телодвижений и потом еще и параллельно этим телодвижением слушается музыку и держит сразу два космоса. Внешне музыка и внутреннее телодвижение. И входит в поток, он просто чувствует все это. А генерал не пробовал на каком-нибудь инструменте? А когда-то... В бубер! В бубер! А что представляет собой в практике сенситивный третий уровень? Это предметом или внутренне? Или вот то, что, например, на мы делаем с телом? На втором уровне человек учится входить в чистое поле, в чистое сознание. Они тренируются на вороньем дозоре, вот второй уровень, когда меняются цвета. Но перед этим определенный комплекс телодвижений, который помогает к нему, к этому войти. На третьем уровне человек учится ментально делать, так сказать, управлять телом. Ментально вот представляет рука поднимается, рука начинает подниматься. Потом представляет тело, что нога поднимается, нога поднимается. И он не совершает никаких физических движений, а тело подчиняется менталу. И вот когда человек может ментально управлять телом, а ментал гораздо быстрее скорость, чем физическое тело, то он приобретает такие скорости, и причем это все контролирует. Вот это уже стан. То есть есть чистое поле, когда останавливается внутренний диалог, и на чистое поле накладывается искусство управления телом. И вот когда управляет через ментал телом, это уже стан. Получается, они уже тогда высочайшего уровня мастера. Димнастка вышла, а если она может быть... То есть она сначала ментально все проиграла? Нет. Или во время? Сначала учатся, оставив внутренний диалог через сенситивный тренинг, потом специальные тренировки по движениям, чтобы сначала с физической и ментальной, потом, грубо говоря, 70% ментально, 30% остается физической, потом 80-20%, до тех пор, пока 100% ментально не починить себе тело. То есть у вас вот такая цель здесь можно, да? А вот смотри, интересно, вот по тренировке, вот фактически, как вот ты это делаешь, это же можно и к себе применять. Вот у вас там какое, какие расписания занятий, как часто они тренируются, поскольку они тренируются? Вообще у них там ежедневный график, они тренируются. А так все эти техники, именно становские, спортивные, это мы занимаемся именно на сварге кремень-система, где нарабатываем железную рубашку, внутренняя сухожильная сила и ста, вот эти вот эти техники, то же самое практикуем, нарабатываем. Благодарю вам, благодарю. И в следующий раз вместе с ней приезжай, я протяну большую, ты это, ты мне вдвоем. Это еще не все. Короче, у меня такие, я тебе такие карты подготовила. Созидать, знать, любить, да, то есть карта называется. Вот это не просто так, это чтобы развивать что-то в себе. Вот я сейчас поднимаю, у нас есть всего два цвета, черный и белый. Ты говоришь какой? Черный. Белый. Молодец. Просто это на самом деле для того, чтобы черно-белый, не как? Интересно, тогда интересно. А ты видишь тебя или ты на интуитиве? Нет, там не надо, кстати. Это мы... То есть там, если только начинают... Ум включать. Ум включать, то неправильно. То есть нам должно быть вот как ты. Всего. Лёва. Спасибо вам, что вы приехали к нам. Мы надеемся, что вы еще к нам приедете. Потому что вы тоже попросили, стараться. На следующем уровне. Третий наш. Когда всех сдадут. Мы будем готовить полотеное. Мы будем полотеное. Мы будем полотеное. Спасибо. Чтобы каждый смог вас жить. В тонком плане. И, так сказать, достигшие просветления состояния, но потерявших тело. Именно находятся там просветленные в числе человечества. То есть это как нафь? Да, нафь. Нафь, по сути, это все тонкие планы. Нафь делится пополам. Нижняя нафь и верхняя нафь. Верхнюю нафь мы называем славь, то есть божественные миры. Ну и то, и другое, нафь. И вот именно это божественные миры. Я вам можно скажу? Просто я уже Диме говорила об этом, но это мое предложение и в то же время благодарность. Просто, как бы, мы с Сашей, ну, обычно смотрим так, он говорит, о, видео много, да? Мы раз, зашли, посмотрели. И нас это стимулирует, нас это поддерживает постоянно каким-то образом. И тут слышим, Дима говорит о том, что вот, как бы, ну, говорю, 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 а последователей, те, которые достигли, вот как он сказал, там до третьего уровня дошли, ну, как бы маловато, да? И я просто думаю, понятно, что вот такие усердия, какие Дима делает, мы не делаем, к сожалению, да? Ну, не каждый может, потому что в силу того, что привязки разные, лень там, ну, много-много-много накладок. Но, думаю, мне очень хотелось в то время, когда я его слушала, сказать ему, что, Дима, на самом деле, мы просто, вот у каждого, ну, своя скорость, но мы продвигаемся. И для нас очень многое значит именно встреча с тобой, там, допустим, мы встретились, там, три года назад, и я думаю, ну, у меня очень многое произошло за это время. И оно происходит, ну, мелкими шагами, конечно, для себя это достижение может быть не такое яркое, да? А для нас это яркое. И я стала спрашивать, может, это у меня одной? Нет, спрашиваю Сашу, он говорит, нет, я там двумя руками. Дочь моя тоже, например, если вдруг чего-то происходит, она тоже, ну, как бы, равняется, там, да, на тебя. Поэтому большое тебе спасибо, и ты хотела бы как предложение, может быть, это тебе в книге, может, тебе для продвижения, там, какого-то этого. Мы готовы, если ты создашь что-то, писать отзывы, именно тогда ты будешь знать. Ну, понятно, что сейчас такое время, что ты уже не можешь слушать каждого. Каждый бы хотел что-то сказать, но ты же не будешь связываться. А если мы будем просто, будет место, куда мы будем отзывы писать, да, или какое-то вот мое, там, разумное озарение, да, по поводу того, что ты сделал. Тебе будет, ты прочтешь, и ты всегда будешь в курсе. Тебя это будет поддерживать. Хорошая идея. Потому что, да, некоторые вещи разворачиваются несколько позже, там, от ритов и, на самом деле, голоса. И ты бы просто читал, кто же тебя вдохновлял на это, что, о, вот есть. Ну, и кто это прочитал, ну, тоже, как зовут, так было. Да, и, в свою очередь, читающий, имеющийся прочитает, и, ну, где-то что-то для себя. Где-то импультирует. Да, хорошая идея. Только поаплодировать. Давай. Ура. Ура. Редактор субтитров Н.Лосева.